так еще раз добрый день давайте уже начинать наш семинар я вижу вы мне отклики поставили вы меня все хорошо слышите если не слышите то эта проблема у вас решайте ее значит меня зовут рочева татьяна я представляю компанию coderline являюсь ведущим специалистом по внедрению ERP немножко расскажу про себя я внедряю ERP уже с 2015 года все мои внедрения были успешными до сих пор работают мы пережили все изменения версии успешно перешли на 2.4 вот планируем скоро переходить на 2.5 и партионный учет 2.2 у нас конечно используется на всех предприятиях в основном собрались программист они одного вижу управляющего очень даже хорошо что вы решили послушать носить наш семинар ну приступим план нашего семинара мы немножко 2.2 это актуальная версия партионного учета я немножко сравнил партионный учет версии 2.2 с предыдущими версиями расскажу вам про регистр себестоимости расскажу как настраивается учетная политика покажу несколько отчетов по партиям расскажу про распределение партии товаров ошибки распределения и у меня подготовлено несколько примеров как отрабатывает в сложных ситуациях партионный учет 2.2 если у вас будут вопросы по ходу вы задавайте я если смогу если вопрос короткий я смогу дать комментарии по ходу действия либо оставим на окончании вебинара и там разберем ваши вопросы значит что такое партионный учет это учет запасов по которому каждая партия учитывается обособлено под партии в 1с мы понимаем документ поступления того или иного товара поступлением может быть либо поступление товаров и услуг либо выпуск продукции либо поступление отдавальца основная цель использования партионного учета это формирование достоверной себестоимости продукции то есть максимально уйти от котла который был как правило в старых системах и мы когда мы получим информацию о себестоимость продукции то есть мы можем вообще объективно оценить деятельность предприятия про различие версии партионного учета кто-нибудь у нас работал в упп если вы работали поставьте буковку у я буду сравнивать поподробнее если не работали то тогда мы будем сравнивать сразу 2 1 и 2 2 значит в упп кто работал раньше прекрасно знает что при закрытии месяца постоянно приходилось выполнять процедуру восстановление последовательности проведения документов процедура была длительная занимала очень много ресурсов но без нее не невозможно было закрыть месяц а в партионном учете версии 2 2 это последовательность не имеет значения огромный плюс по сравнению с упп еще один момент дата документов не даты проведения документов а дата непосредственно документа в упп было очень важно чтобы документы поступления прихода товаров были проведены ракула чтобы дата документов прихода было обязательно больше чем дата расхода этих товаров то есть даже там на секунды приходилось менять чтобы последовательность была соблюдена в 1с и рп спортивным учетом версии 2 2 даты документов не имеет значения имеет значение физическая последовательность создания документов то есть документ поступления должен быть обязательно создан раньше чем документ расхода и даты их документов в течение одного месяца не имеет значения то есть мы можем оприходовать 15 числом а израсходовать десятым но документ оприходования должен быть проведен обязательно раньше чем документ расхода то есть за датами документов следить не обязательно. Тоже огромный плюс не отвлекаться на эти даты, постоянно не контролировать, что раньше пришло, что позже. В УПП у нас была ведомость по производственным затратам для контроля 20 счета товаров для контроля НЗП и в частности 20 счета. В версии 2.2 у нас есть огромная группа отчетов, которая называется движение ТМЦ и затрат в производстве. Подробно расшифровывается весь 20 счет. С максимальными расшифровками все это делается в одном рабочем месте. Очень удобный отчет. Я покажу примеры производственные, чтобы мы уже конкретно разбирали вот этот отчет по нашим примером, чтобы было понятно. Версия 2.1. Отличие версии 2.1 от 2.2 уже в самой ERP. Значит, как мы знаем, при проведении документов сначала формируются движения по регистрам. Движения по проводкам формируются уже позже. Движения по регистрам пишутся с возможной аналитикой, широкой большой аналитикой. А в проводке у нас попадают уже сжатые данные именно по тем аналитикам, которые предусмотрены в счетах учета. И очень часто мы не можем понять, откуда взялась та или иная проводка в оборотке, потому что все сжато, информация свернута. И приходило, надо анализировать регистры. Анализируются регистры по отчетам. Так вот, в версии 2.1 для партии использовалось очень много регистров. Партии товаров, организации партии товаров, переданных на комиссию, партии затрат, партии расходов. И чтобы свести 20-й счет, в частности, с регистрами учета, нужно было потратить очень много времени и практически никогда не удавалось. В версии партийного учета 2.2 используется всего один регистр, который называется себестоимость товаров. Вся информация по партиям записана именно в этом одном регистре. Отчеты по нему, как я говорила, имеются и очень хорошие отчеты. То есть мы можем детализировать любую проводку из оборотки до, и она совпадет до копеек с движениями регистров. Ну, плюсом, если у вас еще сложный учет по НДС, то вы можете воспользоваться. А, у вас еще будет регистр детализации партии товаров для НДС. То есть весь НДС будет храниться вот в этом регистре. Ну, такие основные отличия, на которые стоит обратить внимание. Значит, немножечко про регистр себестоимости. Я не буду глубоко углубляться. Я вам просто покажу, какие есть измерения, аналитика учета номенклатуры, разделы учета. В разделы учета у нас попали все бывшие регистры из 2.1. То есть это товарные, производственные запасы. Разделы учета называются товары, производственные запасы, незавершенные производства. Это вот бывшие регистры из 2.1. Виды запасов. Организация партии, аналитический учет партии, аналитический финансовый учет и вид деятельности НДС. Большое количество аналитик нам позволяет максимально детализировать учет себестоимости. И благодаря вот этой вот такой организации мы можем уйти от котла, который применялся, как правило, в УПП однозначно везде был котел. Сейчас я вам покажу, из чего состоит аналитика учета номенклатуры и виды запасов. Ключей аналитики учета номенклатуры очень много. Здесь содержится и сама номенклатура, и характеристика, и серия, и назначение, и статья о калькуляции, и подразделения. Все зависит от того, к какой хозоперации относится та или иная запись. Виды запасов. У нас имеет тип запасов, собственный товар или товар продавальца, организация. И обратите внимание, здесь записана группа финансового учета. Потом, когда мы будем разбирать ошибки расчета себестоимости, я покажу, как эта группа финансового учета влияет на ошибки. Вернусь еще к этому виду запасов. Настройка использования партионного учета. Настройка осуществляется в учетной политике в разделе запаса. Мы выбираем метод оценки стоимости товаров. Либо среднюю за месяц, то есть это не партионный учет, либо фифа. Все, наверное, понимают, что такое фифа. Я не буду сейчас останавливаться на этом. Фифа или средняя. Небольшой пример. Две разные организации выполняют одни и те же хозяйственные операции. То есть были приобретены товары по разным ценам. Вот один товар в количестве 5 штук на стоимость 5000 и один товар в количестве 20 штук на 40 тысяч был приобретен в одной организации. Во второй организации были точно такие же приобретения. Затем мы начинаем передавать материалы в производство. При передаче материалов в производство 10 штук, то есть не полностью, мы видим по какой цене. Если мы применяем метод учета по среднему, товар списывается за 18 тысяч рублей. А если мы применяем фифа, то это списание будет равно 15. Причем мы постоянно. Мы можем проанализировать, из каких партий был взят товар. То есть по первой партии 5 штук и из второй партии тоже 5 штук, но уже по другой цене. Понятно, что по среднему я даже не могу предположить, для чего можно использовать политику метод оценки по среднему. Если вы купили базу ERP, то однозначно, что никакого среднего быть не может. Только фифа. Немножечко еще про отчет. Мы видим, что красным выделены некоторые строчки. Все мы понимаем, что красным выделяются ошибки. Если мы ведем учет по среднему, то никаких партий нет и соответственно у нас всегда будут будет информация о таких ошибках. Если мы ведем метод оценки фифа, применяем, то после расчета себестоимости, обратите внимание, именно после расчета себестоимости таких ошибок быть не должно. В течение месяца, когда мы принимаем товар, когда мы передвигаем товар, еще не сформированы партии, вернее, не распределены партии по товарам, и поэтому эта ошибка имеет место жить. Но после закрытия обязательно нужно проверять вот этот отчет на наличие такой ошибки. Так, как происходит распределение, когда происходит распределение партии товаров? Распределение происходит во время расчета себестоимости в процедуре закрытия месяца. Сейчас я переключусь, мы с вами посмотрим. Регламентные задания, рабочее место по закрытию месяца. Вот наша строчка распределения затрат и расчет себестоимости. Вот именно вот при выполнении этого этапа будет происходить распределение партии. То есть, при проведении документов у нас формируются записи в регистре, но записи в регистре, они еще у нас не окончательные. Давайте я вам сейчас покажу регистр себестоимости. Здесь будет записано... А, во-первых, есть признак, откуда появилась эта запись в конце регистра. Есть признак, запись появилась расчетом себестоимости или нет. То есть, сразу после проведения документа у нас появится раз запись, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Затем расчетом себестоимости будут дописаны движения в этот регистр. Тоже большое отличие от УПП. Если УПП писало движение по регистрам именно в документ движения, расчет, который назывался расчет себестоимости, то в ЕРП при расчете себестоимости дописываются в движение в те документы, которые породили эти движения. Так же, как и проводки, дописываются в документы. Вот, если до расчета себестоимости мы посмотрим в регистр, у нас будет одна картина, то после расчета себестоимости картина может существенно поменяться. На это тоже нужно обратить внимание, особенно если вы внедряете и разговариваете с бухгалтерами. То есть, у бухгалтеров привычка проверить документ, посмотрели проводки. Проводки могут быть вообще не сформированы или сформированы без сумм. Очень много вариантов может быть, чтобы они не пугались. Только после расчета себестоимости будет окончательный вариант проводок. Кроме того, кроме того, что не будет сумм, у нас не будет заполнен вот этот реквизит партии. Он заполняется в момент расчета партии. Этот реквизит. И, значит, партии заполняются во время расчета себестоимости или можно еще настроить автоматический расчет партии. Настройка происходит НСИ и администрирование, разделы учета, финансовые результаты, контролинг, автоматические расчеты. То есть, при обращении к отчетам по регистру себестоимости 1С будет проверять, если у нас нераспределенные партии и запустит фоновое задание для распределения партии. Нужно очень подумать, прежде чем запускать такой расчет, такой фоновый признак включать. Потому что если у вас работает много сотрудников, и они одновременно все запустят одно и то же фоновое задание, мы просто повесим всю систему и не выберемся. Особенно это важно не включать, я считаю, в момент внедрения, когда мало кто понимает, что делает и начинает тыкать все кнопочки подряд. Так, ну вот мы посчитали себестоимость, какие у нас могут быть ошибки. Ошибки расчета себестоимости могут быть разные, но принципы, как бы они даже могут быть практически одинаковые, причины их возникновения будут абсолютно разными. Типы ошибок отрицательные остатки, нулевая сумма при ненулевом количестве и нулевое количество при ненулевой сумме. Нулевая сумма при ненулевом количестве, это значит были не рассчитаны партии, ну под какие-то там записи не были подобраны партии. Эту ошибку можно проверить и по ведомости, которую я вам показывала в самом начале, где были красные выделенные строчки. Следующие ошибки могут возникнуть при отключении контроля остатков номенклатуры. То есть есть такая возможность. А вот меня спрашивают, если клиент хочет увидеть себестоимость при проведении, нет, такого не будет никогда. Почему? Потому что, как я говорила, только расчет себестоимости пропишет все суммы, и дополнительные расходы могут поступить гораздо позже, чем вы проводите этот документ. То есть много причин, почему нельзя увидеть сразу себестоимость. Я еще вернусь к этому вопросу, когда мы уже закончим. Повторите, пожалуйста, если я забуду. Значит, давайте вернемся про причины ошибок. Отключение контроля остатков номенклатуры. Такая возможность есть, можно отключать, но этим надо пользоваться очень аккуратно, и чтобы занимался ответственный человек. Отключать для всех контроль остатков – это очень неправильный вариант. Для чего иногда нужно отключить? Допустим, к нам поступил некий товар, мы его оприходовали, мы его расходовали уже, а потом поступили документы от поставщика, где там может быть та или иная сумма неправильная, или просто бухгалтер завел неправильный документ, и нужно его перепровести. Для перепроведения требуется отмену проведения, и вот если товар был уже израсходован, вы не сможете отменить проведение и исправить документ. Вот для этого нужно иметь возможность отключать контроль остатков номенклатуры на складах. Ну, то есть, если вы это делаете осознанно, вы понимаете, сразу после этого включаете контроль остатков, ничего страшного не будет. Но, тем не менее, вы должны понимать, что если вы один раз отключите, то вы можете огрести при расчете себестоимости массу ошибок. Еще проблема, с которой мы сталкивались при внедрении, это изменение видов номенклатуры. Помните, я вам показывала виды запасов, где одним из реквизитов является группа финансового учета. Так вот, при изменении видов номенклатуры, как правило, меняются группы финансового учета. Если вы закупили там какой-то товар, какие-то двигатели в январе, их использовали в январе, в феврале и в марте, а в апреле решили, что вам нужно изменить вид номенклатуры и группу финансового учета у этих двигателей, и в апреле вы начали уже по другой группе финансового учета, старые документы не будут исправлены. То есть в старых документах у нас будет одна группа финансового учета, в новых документах у нас будет другая группа финансового учета. Вы это сразу увидите по обороткам. У вас был приход на один счет, расход будет с другого счета. И, скорее всего, при расчете себестоимости просто будут неподобраны партии, то есть будет ошибка, что есть количество с нулевой суммой. Неаккуратное перепроведение документов в прошлых периодах тоже может привести к ошибкам в текущем периоде. Если, например, вы... Следующий момент. Если вы в документе изменили вид деятельности НДС или направление, просто сначала продавали под НДС, потом решили, не, надо же было без НДС продать, и поменяли вид деятельности в самом документе реализации. Тоже будут ошибки, потому что просто не закроется. Просто не пройдет расчет себестоимости, у вас будут ошибки. Все изменения вида деятельности и направления деятельности нужно делать документами, которые именно для этого предназначены. Нельзя менять в непосредственном документе. И еще могут быть ошибки. Большой такой пол ошибок может прийти, если мы переносим данные оперативного учета из других систем. Особенно это будет... Если вы в конце концов отказываетесь от других систем и будете вести весь учет здесь, то вам это будет неактуально. Но особенно в начальных периодах эти переносы данных будут осуществляться, и они за собой влекут очень много ошибок. Это, наверное, хорошо, что будет много ошибок. Вы быстрее перейдете на учет полностью в ERP. Так, ошибочки разобрали. Теперь приступим к нашим примерам. В нашем примере... Так, нужно ли рассказать про рабочее место, закрытие месяца, расчет себестоимости? Если нужно, напишите. А я вам пару слов скажу про закрытие месяца. Закрытие месяца выполняется регламентными операциями закрытия месяца, то есть такое большое рабочее место. Состав этих операций определяется тем, какие у вас были операции произведены. Например, если у вас нет здесь расчета зарплаты, у вас и не будет этого отражения зарплаты. Если у вас нет основных средств, то у вас не будет начисляться амортизация. То есть вот в этой процедуре... Всего возможно вот столько шагов для закрытия месяца, но вам показывают только те шаги, которые требуются для вашей конкретной организации. Ошибки расчета можно посмотреть по гиперссылке напротив раздела. У меня сейчас все закрыто, потому что я вам демонстрирую уже и расчет себестоимости. Мне надо, чтобы было все закрыто. Но вот напротив раздела мы по гиперссылке можем перейти и посмотреть, что нам нужно сделать. Рекомендации 1С или здесь будут перечислены ошибочки, которые нужно исправить. Зря нажала. Ну вот она говорит, что счета фактуры не оформлены, но это не обязательно. То есть вы... Если бухгалтер закрывает, он знает, что должно быть выполнено, а что, в общем-то, не обязательно. Есть еще возможность посмотреть протокол расчета по кнопочке «Еще» «Отчеты, протоколы, расчета партии и себестоимости». Здесь мы увидим все протоколы, которые были, и можем вернуться в любой, посмотреть, какие там были ошибки, что там происходило. Здесь также мы можем посмотреть, сколько времени было потрачено на ту или иную операцию. И если были ошибки, они будут в этом протоколе подробно прописаны. В конце протокола мы видим топ самых длительных этапов. То есть сейчас на маленькой базе у нас, конечно, все считается гораздо быстрее, а реально... Во-первых, видите, сколько операций выполняется, 104 операции, и топ самых длительных. То есть мы можем посмотреть, что было самым длительным, если мы... Есть и подыскать какие-то варианты, может быть, ускорение. Там может как-то документы проводить по-другому. Ну это... Ну то есть для оценки расчета себестоимости вот такой у нас есть протокол. По процедуре закрытия месяца пока у меня все. А еще вот в настройке параметров операции закрытия месяца мы видим количество регистрируемых ошибок одного вида. у нас стоит значение 100. Значит, если у нас, например, остатков, отрицательных остатков будет 500, на самом деле, то нам покажет, что 100 и одна ошибка отрицательных остатков. То есть если вы видите сумму 100 и 1, это не означает, что их ровно 100 и 1, их, скорее всего, гораздо больше этих ошибок. Но так как они одного вида, 1С считает нужным не показывать вам все, а исправляйте сначала вот эти ошибки одного вида. Вот. Это я вам рассказала про закрытие месяца. И дальше мы приступим к нашему примеру. На первом примере... Первый пример такой. Организация выпускает некие приборы, которые состоят из корпуса прибора, из двигателя прибора. В свою очередь, корпус прибора тоже это полуфабрикат, который создается из стекловолокна. То есть сначала мы создаем корпусы прибора, а потом мы все это собираем в одну сборку и получаем прибор. То есть два передела я сделала. Значит, первый пример у нас будет такой. Организация осуществляет деятельности и ДС облагаемую и необлагаемую. В основном у нас идет облагаемая деятельность, поэтому мы купили, сделали всю закупку под облагаемую деятельность. Мы выпустили прибор под облагаемую деятельность. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Сейчас прочитала вопрос про детализацию партии товаров по НДС. НДС, это автоматически включается. Если вы включаете, особенно, что у вас сложный учет НДС, это все будет включено. То есть в политике, в учетной политике настраивается вкладка учет НДС. И в зависимости от того, что вы там поставите, это будет включено. Но, как правило, все работают с НДС, то у вас будет детализация партии товаров по НДС. Вернемся к нашему примеру. Выпускаем полуфабрикат под облагаемую деятельность. Выпускаем сам прибор тоже под облагаемую деятельность. Давайте посмотрим отчет, из чего у нас сложился этот приборчик. Большое внимание прошу вас обратить на то, данные по себестоимости, вот на этот вот реквизит. Если у нас стоит с НДС, это значит, мы будем смотреть данные рекламентированных у управленческого учета. Если без НДС, это будут тоже данные управленческого учета. Если мы смотрим в валюте регл, это будут данные регламентированного учета. Сейчас посмотрим, из чего сформировался наш приборчик. То есть прибор состоит из корпуса прибора, который был выпущен на предыдущем этапе. Вот его себестоимость, которая сложилась в результате закрытия месяца. Для изготовления прибора было использовано стекловолокно, которое дало нам сумму. И в конце месяца сюда распределились затраты производства, например, электроэнергия. Вот вы меня спрашивали, если пользователь хочет видеть сразу себестоимость, мы ее не сможем никак увидеть, полную себестоимость рассчитанную, мы ее не сможем никак увидеть, потому что, например, затраты по электроэнергии, по зарплате, по амортизации появляются только в конце месяца. Здесь мы можем увидеть некие прямые материальные затраты. Даже прямых трудозатрат мы не увидим в середине месяца, сразу после проведения документов. Затем мы собрали весь прибор, вложили двигатель в наш корпус и получили полностью прибор. Смотрите, какая сумма у нас получилась. То есть стоимость двух приборов составляет 432 тысячи. Все это было сделано под облагаемую деятельность. Затем у нас поступил заказ, и мы поняли, что мы этот прибор можем продать под необлагаемую деятельность. Ну, как бы, может быть, это фантастический вариант, но тем не менее, я вам покажу, что нам нужно делать в этом случае. То есть мы не можем создать документ реализации. Сейчас покажу вам настройку. Мы не можем документ реализации создать и сразу там поставить под необлагаемую. Он скажет, что у меня нет товаров под необлагаемую деятельность. Поэтому для того, чтобы продать наш прибор под необлагаемую, мы должны сделать корректировку вида деятельности НДС. Мы говорим, что исходный вид деятельности облагаемая, и мы его меняем на необлагаемую. И ставим товары, которые нам нужно изменить. То есть здесь может быть не один товар, может быть несколько. При проведении этого документа проводок никаких вообще не сформируется. Но после расчета себестоимости будут дописаны вот такие проводки. Согласно нашей учетной политике, если мы меняем вид деятельности НДС, то на необлагаемую НДС должен включаться в стоимость. И вот весь НДС, который был использован в изготовлении прибора, будет включен в стоимость самого прибора. Откуда она вот эти знает? Как раз именно из партии товаров НДС. По НДС. Из этого регистра достает и включает в стоимость. Можем даже проверить. Вот эта стоимость была из стекловолокна. То есть она достает весь НДС даже из полуфабрикатов. Вне зависимости от того, сколько было переделов. Это непосредственно НДС двигателя, а это НДС, который пришел с электроэнергии. И она берет именно ту часть, которая падает на один двигатель. То есть какой можно сделать вывод из этого примера, что если вы корректно настроили все учетные политики, если вы корректно ведете учет, если вы не меняете документы задним числом, все делаете аккуратно, именно не пользуетесь документами корректировки записи регистров, то ЕРП вам заметно облегчает сложный учет НДС. Ну понятно, что надо контролировать это все, но облегчение заметное. В УПП нам такого не удавалось сделать и всегда были танцы с бубнами, когда мы сдавали отчеты по НДС. Сейчас ситуация заметно упростилась. Так, это первый пример. Давайте я, наверное, сейчас не буду отвлекаться на вопросы, я вам покажу примеры, а в конце уже пробегусь по вашим вопросам и буду отвечать, потому что примеры, вопросы из разных серий идут. У меня еще небольшие два примера и сейчас мы перейдем к вопросам. С НДС мы разобрались. Давальческое сырье. Перейдем в базу. У нас есть заказ давальцу. Давальца. Которому он нам передает экраны прибора, чтобы мы ему изготовили те же самые приборы, которые мы изготавливаем. То есть мы еще туда можем поставить приборы у нас будут с экранами или без. В результате того, как мы получили сырье от давальца, сейчас вам покажу, какая картина у нас сложится на складе. По партиям и на складах то же самое будет. У нас, видите, назначение у этого экрана будет договор с давальцем. Вот это назначение жестко привязано в регистре себестоимости к номенклатуре. И 1С в любом случае будет отслеживать, куда мы используем этот прибор. Она не даст нам его использовать для выпуска наших товаров, собственных товаров. Этот товар, выпуск, должен быть направлен обязательно под заказ с этим давальцем. А обязательно. Это, конечно, большой плюс, что она контролирует и не дает смешивать номенклатуру нашу и давальческую. Но это же и накладывает определенные ограничения. Мы не можем этот товар передать в переработку переработчику. То есть мы не можем устроить субдавальческую схему. И если вы будете внедрять 1С и вы понимаете, что у вас есть субдавальческая схема, вы должны решить вопрос, какую сторону вы будете оформлять, одну или вторую. То есть субдавальческой схемы у вас не получится. Либо вы берете в переработку, но отдавать переработку вы уже будете по проводкам. Ну, либо наоборот, вы отдаете в переработку, а прием отдавальца вы будете оформлять просто документально, никак не отражая в системе. Я обращалась в 1С, мне сказали, что они пока не планируют этой реализации. Поэтому, если как бы часто будут такие вопросы возникать, а вообще-то такое часто возникает, я думаю, может они пересмотрят свои решения и удовлетворят удовлетворят нашу просьбу. Продавальцев, это ведомость по товарам на складах, я вам показала, и ведомости по партиям мы будем видеть то же самое. Что это сырье будет выделено, и она не даст нам его никогда использовать для производства собственных товаров. Вот видите, всегда будет договор с отдавальцем, и этот товар будет обособлен. Следующий примерчик наш, управление сериями. Суть этого примера, если, например, мы собираем автомобили, нам очень четко нужно понимать, какой именно двигатель пошел на сборку того или иного автомобиля. Иногда даже не просто понимать, иногда мы должны выбрать именно тот или иной двигатель. Они могут отличаться по ценам, могут отличаться поставщиками. Для того, чтобы иметь возможность выбирать такие товары для изготовления, можно использовать серии. То есть, смотрите, мы закупили экраны в январе по одной цене и присвоили серию 21. Мы закупили товары в феврале, уже дороже, и другая серия. И нам нужно в производство, в этап производства использовать именно тот товар, который был закуплен позже. Если бы мы отключили серии, у нас бы по фифа подобрался именно тот товар, который приобрели в январе. Вот. И как мы это делаем? Мы включаем серии. Причем в политике учета серии мы должны прописать, что подбор серии не по фифа, а вручную. И вот смотрим вот этот заказ на производство. В заказе на производство посмотрим документы, которые связаны. Вот когда мы передаем материал в производство, мы обязательно должны по политике учета серии у экрана указать, какая серия. И мы выбираем ту серию, которая пришла позже. как бы мы нарушаем наше фифа, которое мы утвердили в самом начале. Ну, иногда это производство, тут могут быть всякие ситуации. То есть мы должны обслуживать максимально производственный процесс и не искажать его. Вот. Таким образом можно избавиться от фифа с помощью серий. Вообще использование серии это большой раздел. я здесь больше углубляться не буду. Противонного учета это не касается. Вот так. Значит, мы произвели. И во всех отчетах мы видим, что на производство прошла именно та серия, которую выбрали. Сейчас я, наверное, не найду отчет. Ну, вот есть такой отчет движения серии номенклатуры, где написано товар от февраля месяца пошел на производство в феврале месяца. То есть вот мы прослеживаем использование серии, которую закупили в феврале. По каждой серии можно проследить использование, в какие документы он пошел. Очень удобные отчеты здесь сделаны. Вообще мне нравится очень сильно. Ну, давайте приступим, наверное, к самой важной части обособленный учет. Учет по направлениям деятельности. Какой у нас пример реализован здесь? Создано два направления деятельности. Выпустили товар под первое направление деятельности. Так просто про запас выпустили, мы понимаем, что все, наверное, будем использовать. Либо продадим, либо мы понимаем, что у нас еще скоро будет большой спецзаказ на две штуки, и мы заранее подготовили одну. Значит, после того, как поступил спецзаказ, мы уже начинаем выпуск одной штуки под спецзаказ, зная, что у нас на складе выпущена одна штучка, такая же, которую мы можем продать по этому спецзаказу. Для того, чтобы продать под спецзаказ, то есть под другое направление деятельности, мы документом специальным должны изменить направление деятельности у ранее выпущенной продукции. Сейчас я вам все эти этапы покажу, как они реализованы в базе. Сейчас мы посмотрим не на этом отчете, а на этом отчете. Давайте покажу еще справочник, как ведется направление деятельности. Пару слов скажу про этот справочник. Найдем этот справочник. Вот у нас два наших направления деятельности. Что обязательно указать направление деятельности, что мы будем аналитику учета этого направления деятельности не только по доходам выполнять, но и по затратам. То есть по направлению деятельности будем разделять и расчеты с поставщиками, и запасы, и производство, и прочие расходы. Эта функция нам дает возможность вести раздельный учет. Раздельный учет мы можем вести серийной продукции, там серии, не серии. Мы, например, если мы выпускаем бытовую технику, мы можем разделить холодильники, телевизоры, утюги, чайники. То есть аналог номенклатурной группы. Аналог. Это гораздо шире может использоваться. то есть мы можем даже определить, какое направление деятельности у нас убыточное, какое, наоборот, прибыльное. Может, стоит с чем-то завязать с утюгами, а выпускать только холодильники. Ну, вот, такой анализ дает. Обязательно, значит, в направлении деятельности должен быть включен признак учет затрат. вот это обязательно. Ну, и второе просто мы назвали по-другому. Это уже будет спецзаказ. Все настройки точно такие же. И теперь пойдемте в наш отчет. Первый прибор, как я говорила, мы выпустили под первое направление деятельности, которое называется просто производство приборов. Мы выпустили вот эту продукцию, мы выпустили ее по этапу производства, который тоже уже привязан к направлению деятельности. Вот оно, вот она привязка. Этап производства был по заказу на производство, которое тоже привязано к направлению деятельности. То есть, мы, если в заказе на производство выбираем направление деятельности, оно будет оттранслировано во все последующие документы, которые связаны будут с этим заказом на производство. Все прекрасно выпустили, положили на склад. Затем у нас пришел заказ клиента, который говорит, что мне нужно получить от вас два прибора. Он говорит, что нам нужно получить два прибора от вас. И для того, чтобы выделить это направление деятельности, мы говорим, что мы его таким образом выделяем. По этому заказу клиента, сейчас посмотрим связанные документы все. По заказу клиента мы делаем заказ на производство. В заказе на производство уже сразу будет оттранслировано направление деятельности из заказа клиента. То есть, я хочу сказать, что направление деятельности в заказе на производство может быть указано вручную, если мы заказ на производство создаем руками, либо оно может транслироваться из документов, которые породили заказ на производство, в частности, заказ клиента. И мы уже заказываем одну штуку, потому что знаем, что на складе у нас лежит похожее, которое мы можем сюда продать. Выполняем все производственные операции, в которых везде будет оттранслировано наше направление деятельности. Это производство приборов на спецзаказ. Но перед реализацией мы должны с вами сделать обязательно документ, который называется... А не этот, который называется... Корректировка назначения товаров. Вот этот прибор, который мы выпустили раньше, мы его... То есть, исходное назначение производства приборов мы меняем на назначение, которое будет связано с нашим заказом клиента. Заказом клиента и направление деятельности уже будет в спецзаказ. Давайте посмотрим, какие проводки нам сделает этот документ. Видите, он на 43-м счете делает оборот и из производства приборов переставляет на другое направление деятельности. Ну, сумма просто переходит. И в результате нам... Мы изготовили один прибор под одно направление деятельности, второй прибор под другое направление деятельности, сделали корректировку назначения товаров и в результате у нас проводится документ реализации товаров и услуг. На основании заказа клиента мы продаем оба наших прибора уже под нужное направление деятельности. То есть, я вам хочу сказать, что направление деятельности дает нам возможность организовать раздельный учет затрат, что очень часто требуется для анализа деятельности предприятия. Так, это, по-моему, еще последний. То есть, все понятно, что у нас получилось, если мы все корректно сделали. Если бы мы не изменили направление деятельности, нам бы не удалось продать оба прибора по этому заказу. Так, отчеты. Ведомость по партиям товаров. Я уже вам показывала этот отчет. Он формирует данные движения. Отчет формируется по данным партийного учета, выводит остатки движения партий. На основании отображаемых данных можно контролировать поступление, списание партий, механизм партийного учета и распределение расходов на партии товаров. Такой отчет был в ОПП аналогичный, ничем не отличается. Следующий отчет, это даже группа отчетов, которая называется «Движение ТМЦ из отряд в производстве». Отчет предназначен для анализа движения материалов и работ и постатейных расходов непосредственно в производстве. То есть, это расшифровка 20-го и 23-го счета. Сейчас я вам покажу эти отчеты и немножко расскажу про их настройки. Ведомость по партиям товаров организации. А, вот еще одно важное замечание. В регистре себестоимости, независимо от того, будем ли мы ввести управленческий учет или не будем, или у нас только регламентированный учет, в регистре себестоимости данные по управленческому учету будут заболняться всегда. Вот ресурсы этого регистра, посмотрите, то, что написано «Стоимость», «Стоимость без НТС», «Сумма доп. расходов», «Постатейные» с НДС. Это данные управленческого учета. То, что касается регламентированного учета, будут у нас с признаком регул. Если мы настраиваем распределение по статейных расходов в управленческом учете и в регламентированном одинаково, то наши отчеты должны совпадать. Но, если, например, мы в регламентированном учете применяем директ-костинг для распределения 26-го счета, в управленческом учете мы 26-й счет можем распределять на себестоимость товаров. То есть, если мы хотим получить в управленческом учете полную себестоимость продукции, нам никто это не запрещает. Управленческий учет мы настраиваем именно под свои нужды и как хотим, так и настраиваем. И когда вы смотрите отчет «Ведомость по партиям», обязательно обращайте внимание, какой мы отчет смотрим. Ведомость по партиям товаров организации, где только регламентированный учет, или ведомость по партиям товаров предприятия. Если написано «Предприятие», это будут данные регламентированного учета. Если у нас данные регламентированного и данные управленческого учета продукта. Если у нас данные управленческого и регламентированного совпадают, то нам без разницы, что смотреть. Но, как правило, они не совпадают. Еще различие. Если мы выбираем ведомость по данным предприятия, вот здесь данные по себестоимости можно будет смотреть в валюте УПР-учета либо с НДС, либо без НДС. Других вариантов быть не может. Если мы выбираем ведомость по организации, однажды одна организация ко мне обратилась с просьбой. Мы проверяем оборотно-сальдо ведомость по отчетам, и у нас данные не сходятся, но вообще никак рядом не стояли. И мы не можем понять, что. Один из них неправильно считает, все плохо. Катастрофа. Стала я с ними разбираться. Они, оказывается, всегда запускали ведомость по партиям товаров предприятия, а по статейные расходы у них были настроены по-разному, не знаю по какому принципу. Ну, то есть никто не обращал на настройку управленческого учета. Там как сложилось, так и сложилось. Вот. И в результате они сравнивали данные управленческого учета с обороткой. Когда я им пояснила, что нужно делать, они включили и стали анализировать данные рекламентированного учета в этом отчете. У них вообще все сошлось копейка в копейку при огромных оборотах. Когда мы включаем, значит, ведомость по партиям товаров организации, мы понимаем, что это будут данные регламентированного учета, но смотреть их можно в разных валютах. Либо в валюте управленческого учета, но те же самые данные будут. Либо в валюте регламентированного учета. Всегда говорите своим пользователям, показывайте это, что нужно обязательно смотреть рекучет, потому что, в общем-то, я не видела никакой организации, которая бы вела такой совершенно отдельный параллельный управленческий учет. Может быть, они есть, наверное, есть, но просто мои организации таким не занимались. Вот это вот ценное замечание, про которое мало кто знает, и объясняйте своим пользователям. Что еще я хотела про этот отчет сказать? Ну, тут понятно, настройки стандартные. Заходите в настройки, нажимаете расширенный, и уже структуру меняйте как хотите. Ну, то есть, это все абсолютно одинаково. Вот, и про отчет, который самый замечательный отчет по производству, который называется «Движение ТМЦ и затрат в производстве». Вот внутрицеховый отчет. Смотрите, тут сразу написано, что по организации. И поэтому нет возможности посмотреть по управленческому учету. Только ВЕК-учет будет. А, нет, возможности есть, забыли. Нет, 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 я была не права. Только регламентированные данные здесь можем посмотреть. Значит, давайте я кратко расскажу про разделы этого отчета. «Движение материалов и продукции». В январе месяце мы выпускали прибор из корпуса, который сложился, и из двигателя. А корпус был сложен, сделан из стекловолокна. Вот она говорит, что вы израсходовали два двигателя, вы израсходовали два корпуса прибора, вы израсходовали два килограмма стекловолокна. В результате получили прибор. И в результате первого передела мы сделали четыре корпуса прибора. То есть, все, что произведено по сумму, все, что было израсходовано, что осталось в незавершенке. Вот, пожалуйста, по материалу. По статейной. В качестве постатейных расходов у нас была приобретена электроэнергия, которая поступила и была израсходована на партии. Дальше. Здесь детализация уже будет, куда пошла та или иная затрата. Например, стекловолокно пошло у нас на корпус прибора, корпус прибора у нас пошел в сам прибор. Электроэнергия распределилась на два заказа, которые были сделаны в январе. По определенной базе, которая была указана в настройках. Или еще один такой. И дальше отчет. Можем посмотреть, из чего сложился корпус прибора. Из стекловолокна и электроэнергии. Аналогично. Сам прибор был собран из корпуса, двигателя и электроэнергии. Замечательный отчет. Весь 20-й счет расшифровывается. Все НЗП, которое остается на 20-ке, тоже будет расшифровано. Вот оно будет равно вот этому количеству остатков. Так, еще один момент. Сейчас посмотрю. Так как это данные регламентированного учета, что-то она не строит. Почему это не показывает? Не знаю, почему. Не удалось. Хорошо. Ну вот, в целом, наверное, все, что я хотела вам рассказать. И в завершение, давайте сейчас посмотрим, что у меня там еще было запланировано. Выводы. То есть, хорошо настроенный партионный учет. Если вы ведете партионный учет, если вы пользуетесь только документами, если вы не пользуетесь документом корректировкой записи регистров, вам позволяет вести очень детально, вам позволяет получить детальную себестоимость каждого вида продукции отдельно, каждой продукции отдельно. за что большое спасибо, Одинэс. Про предварительный расчет себестоимости. Его можно запускать, предварительный расчет себестоимости, но он всегда будет выполняться по среднему. То есть, вы получите данные такие плюс-минус, без всех дополнительных расходов. То есть, у вас будут распределяться только партии, которые были уже приведены. Я не думаю, что эта себестоимость, которая сложится после предварительного расчета, будет вам показательной и чем-то поможет. Так. А с изменениями видов номенклатуры. Очень важный момент, если вы запускаете ERP, очень важный момент изначально продумать все виды номенклатуры, сделать полную классификацию и заполнить все справочники корректно. Ежели все-таки вы допустили ошибку на первом этапе, то лучше стоит завести новую номенклатуру, а старую пометить как неиспользуемую. Только такой вариант, вот он будет отрабатывать корректно. И старой сборкой, с помощью документа сборки-разборки, мы можем сделать новый вид номенклатуры, новую номенклатуру и дальше ее использовать. Больше никак нельзя менять виды номенклатуры. Ну, пожалуй, все. Больше я отчетов не вижу. Ой, ваших вопросов не вижу. Смотрите, на слайде написана моя почта, и вы можете обращаться в Кодерлайн со ссылкой на вот этот вебинар. И если у вас будут вопросы, мы с удовольствием вам ответим и поможем разобраться в том, что было. Так. Ага, а по ошибкам какой вопрос был? Минуточку я сейчас найду его. Не знаю, какая-то проблема. Повторите, пожалуйста, вопрос по ошибкам. Промежуточные прямые затраты на выпуск. До расчета себестоимости. Вы можете посмотреть, только количественные затраты суммы будут неверные. То есть это любым отчетом. Сейчас переключусь в базу. Ну, допустим, в любое захожу. То есть вы сможете раскрыть дерево себестоимости. Здесь будет только количество, здесь сумм не будет. Если вы выполните предварительный расчет, то здесь будет сумма рассчитана по среднему, если вас это устроит. Ну, вот в таком виде вы можете посмотреть. Я думаю, что запись вебинара будет. Конечно, выложено будет. А, с ошибками это изменение видов номенклатуры. Ну, вот лучше заводить новую номенклатуру. Виды номенклатуры не меняйте. Это ключевой реквизит. У вас не будет плясать. Конечно, если, например, вы эту номенклатуру использовали в прошлом году, и все, вы все ее израсходовали, и в прошлый год вы не собираетесь возвращаться, вы в прошлый год не будете пересчитывать, ну, наверное, можно изменить номенклатуру. Ну, говорю, очень опасно. Не получалось у нас ничего хорошего с изменением. Не могу сказать, вот про УСН вопрос есть. Не могу сказать, я всегда работала на полноценном учете. Ну, не на полноценном. Я могу попробовать это смоделировать, и если нужно, вот обращайтесь, мы тогда смоделируем этот пример, и покажем вам, как получится с затратами комплектующих при УСН. Наверное, должны. Там, потому что этот регистр ведется в любом случае, попадут они все, комплектующие. Ну, если еще есть вопросы, пишите, а иначе, наверное, будем заканчивать. То есть я еще раз пишу свою почту, всегда буду рада вам ответить. Ну, больше вопросов не вижу. Давайте еще подождем. Минуточку. Если вопросов нет, тогда напишите что-то. До свидания. Чтобы я поняла, что мы заканчиваем вебинар. Про серии номенклатуры не влияют на расчет себестоимости. Если у нас в политике учета серии будет стоять, что они будут подбираться автоматически по FIFO, то не повлияют. Но я вам показала пример, когда мы можем с помощью серии повлиять на это FIFO. То есть взять товар, который пришел позже. Вот я только с этой целью вам показывала. Все, спасибо. Все хорошо. Я думаю, что до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...